Да, хороший вопрос спрашивают. Киевская Русь, а не назревает ли 1918 год? Да вы вчера видели, что в Верховной Раде было. Это что вам, не 1918 год? Один в один. Потом спрашивают, как же там могло так случиться в 1918 году, что мы просрали Украину? Посмотрите, что было вчера в Верховной Раде. Да, их там всех наклонили, они проголосовали. А если бы не хватило силы с ними найти какой-то... А в прошлом веке, сто лет назад, не хватило сил. Если в этот раз будет то же самое, просрём Украину. Ну я не знаю, это настолько обидно. Наступить на те же самые грабли. Это то, что было вчера в Верховной Раде. Что это было за 6 часов принятия решения, сколько там они? 6 часов они заседали, 5,5 часов принятия решения, вводить в военное положение или не вводить. Что там обсуждать? Нападение, нападение. Чёткая агрессия со стороны Российской Федерации, неприкрытая, признана самой Российской Федерацией. Не гибридная война, это не акт гибридной войны. Что там размышлять? О чём размышлять? Нужно вводить? Нужно. Разведка говорит, у нас есть данные о том, что контингент на границе усиливается. Количество танков увеличено. Я думаю, что каждый из руководителей фракции об этом знал. То же самое. Зачем было 6 часов вчера заседать? Что там было непонятного? Зачем было кричать из Конституции? Они будут обмеживать право украинцев на освиту. Но кому непонятно? Я сижу, я не политик, я не депутат. Но неужели непонятно, что если будет наступление со стороны России, сухопутное наступление по суше, что нужно будет вводить указы о том, что школы закрываются. А это антиконституционно. Если нет военного положения, вы не можете ограничивать право человека на образование. Что тут непонятного? Если война, будет закрыта школа или университет? Будет. Студентам отменят занятия? Отменят. Отменят занятия надолго. Возможно на год, возможно на два. Возможно будет мобилизация студентов. Но что тут непонятного? Зачем было вот это вот? Вот тут конституция, на вещи вы будете обмеживать и права украинцам на освиту. Но что тут непонятного? Зачем это политические игры? Это все может привести к тому, что Украина снова просрет свою независимость. Чего очень бы не хотелось. Популизм это наша беда. И они заигрались вчера. Если они сейчас читают Твиттер, если бы они сейчас читали Фейсбук, что пишут все люди. Все. Человек сегодня писал. Я не вывожу это там с матами, там с такими. Человек сегодня писал. Кидайте у меня камни. Я голосовал за Ляшко. Понимаете? И огромное количество ретвитов, огромное количество лайков. Потому что человек говорит, ну я думал, ну вот я вчера посмотрел и вот так. Вы что депутаты? Вы что не видите, что сейчас происходит в информационном поле Украины? Как к вам сейчас относятся? Избиратели! Вы что там? Вообще с ума посходили что ли все? Или что? Что за бред вы там делаете в Верховной Раде? Депутаты! Вам по жопе надают. Не только блогеры. Вам по жопе надают. И любые избиратели. Они вас будут за грудки брать и говорить, что ты падла делаешь? Что ты такое говоришь вообще? Это касается всех. Это касается всех, кто вчера занимался политиканством. Когда в Совете Безопасности ООН шел вопрос... Это было срочное заседание. Срочное. И оно было очень важным на тот момент. Заседание идет. Украина созывает Совет Безопасности. В военное положение не введено. Парламент, видите ли, не договорился еще между собой. Это подстава со стороны Верховной Рады в отношении дипломатического корпуса Украины, который воюет, между прочим, на сегодняшний день. Не хуже, чем армия. Потому что наши достижения на дипломатическом фронте сложно переоценить. Прям очень сложно. Коалиция. Вы видите сейчас, что мы вам зачитываем, что я зачитываю, что ребята зачитывают. Министр иностранных дел Норвегии это заявил. Страны НАТО заявили вот это. Все осуждают. Все осуждают. Вы судимаете, что это легко? Они занимаются политиканством в Верховной Раде. Право на усвиту, право на усвиту про выборы. Сказано 10 тысяч раз про выборы. Сказано 10 тысяч раз вам про выборы. Снова. Вилкул выходит. Это все для того, чтобы отменить выборы. Это для того, чтобы... Хрен с ним. Пусть выборы отменяют. Переносят их, возможно. Но если происходит непосредственно военное вмешательство, военное вторжение Российской Федерации и разведка вам об этом докладывает, вам докладывает как парламенту Верховный Главнокомандующий, вы можете к нему относиться, к этому человеку, который сейчас на этой должности. Как угодно. Вам докладывает не человек, не человек. Вам докладывает должность, вам докладывает президент Верховный Главнокомандующий. Он вам говорит, доклад, он сообщает, что разведка доносит то-то и то-то. Они говорят, вы хотите ввести военное положение, потому что выборы. Да значит начихайте вы все на выборы Начихайте вы все на выборы В конце концов Вы что не видите, что это нужно на самом деле А если танки завтра попрут А если катера сейчас развернутся И будут высаживать десант Что вы будете делать, у вас нет военного положения Надо действовать по закону Закон о военном положении Дает право военной администрации Руководить процессами в государстве Потому что война Генеральный штаб должен руководить Что тут непонятного Хоть вы в оппозиции Хоть вы поддерживаете Порошенко Хоть вы его не поддерживаете Хоть вы поддерживаете одну партию, хоть другую Напали не на партию Напали не на Порошенко Напали на Украину Добавьте Николая Сергея Иванович Пока бомбит, я сейчас выскажусь А потом буду молчать Напали на Украину Здесь не в Украину, а на Украину Напали на государство На нас напали, на всех Эти судна, которые были военные корабли Это и есть территория Украины По всем законам По закону и по морскому праву Те корабли, которые находятся под флагами Украины Это и есть территория Украины Если они из пушки А вам докладывает начальник генерального штаба Это не человек, не муженко Это должность Это вам докладывает должность Начальник генерального штаба Глава штаба Вам докладывает, что они были обстрелены из самолетов Они в этот момент Что вы разговариваете? О чем вы там все разговариваете? Депутаты Замолчали, рот закрыли и слушаете Доклад начальника генерального штаба Что будет быть важнее? Они между собой разговаривают Это не уважение к зрителям Которые смотрели Вас смотрела вся страна Это не уважение к избирателям Это не уважение к парламенту Не уважение к начальнику генерального штаба Кто бы не занимал эту должность как личность Это не уважение к армии Не уважение к верховному командующему Перебивать доклад верховного командующего Так нельзя себя вести Они слишком забурели, депутаты Очень сильно оборзели И вы, депутаты, увидите реакцию населения И увидите реакцию избирателей На следующих выборах Когда вы удивитесь Что каждый будет у вас спрашивать А какого ты черта не был на заседании А какого ты черта не голосовал А какого черта ты был на заседании И не голосовал А какого ты черта был вид судней По каждому важному решению парламента Спрос с каждого депутата С каждой партии И с руководства каждой партии Будет и от блогеров И от избирателей Каждый блогер Я призываю к этому всех украинских блогеров, и украинских блогеров за границей, и украинских блогеров внутри Украины, спрашивать с этих партий. Пусть они нам отвечают, что они делают и за что они наш хлеб едят. Они на работе. Когда ты находишься в оппозиции и не в парламенте, делай, что хочешь. А когда ты в парламенте являешься депутатом, пользуйся законом, исполняй закон о народном депутате, о статусе, ходи на заседание, выполняй закон, голосуй. А по-моему они оборзели. У меня все, я закончил. В этом-то и дело все, что им мешает военное положение. Тем, кто, вот этим 30 человекам, им мешает именно военное положение. Они же думали, что все это пройдет, а потом сдадут Украину, или еще что-то придумают, или опять с кем-то поделятся. Я имею в виду с Российской Федерацией. А им военное положение просто мешает. Самым обычным образом. Им Украина мешает, им население мешает, им все мешают. Мешают воровать. Вчера же было сказано, вы 4,5 года требовали от Порошенко ввести военное положение. Теперь он его вводит, но вы почему-то голосуете против, или же вообще придумаете историю про выборы. Хотя изначально было сказано под стенограмму, что выборы перенесены не будут. Было же все так. Я вчера смотрел от начала и до конца это все. Да потому что им они, ну что, они услышали, что они хотели услышать. Они говорят то, что хотят сказать. Опять они снова, они только за свои интересы, и нет интересов Украины. Вот я не услышал там интересов Украины. Ни в одном выступлении, ни в другом. Зачем 5,5 часов было блокировать? Зачем было вообще блокировать трибуну? Для чего? С чего они все хотели добиться? Так тоже и я. Вот зрители пишут, что пока они там блокировали, шло заседание в ООН. Значит была команда с Кремля, затормозиты. Вот все, все зрители это понимают. Все читатели Твиттера, все твиттеряне, все фейсбучные, все те, кто мало-мальски что-то понимает и может натыкать пальцами в телефон. Или на клавиатуре, чтобы там какой-то месседж написать. Все писали в один голос, кто бы ни за кого не голосовал. Все, кто поддерживает власть, не поддерживает. Все пишут, что это, что такое было вчера, Верховная Рада. Что за хрень вчера вообще происходила? Там идет заседание ООН, Украина созывает. Все прибежали и обсуждают это. А эти говорят, ну, ОСВИТа, право на ОСВИТу, право на ОСВИТу. Вышел вы с ума что ли там все посходили или что? Вы думаете, что народ такой же, как в 2012-м? Вот такой, который, знаете, посмотрели, похихикали, поржали и пошли дальше на работу. Нет! Они вас носом будут тыкать в это дерьмо каждый раз, как нашкодившего котенка. Вы об этом еще все, все депутаты, кто себя вел некорректно, вы все об этом пожалеете. Это все в интернете есть, все выступления есть. Все оскорбления вице-спикера извинениями не отделаетесь, понимаете? Нельзя в таком выступлении взять и оскорбить вице-спикера. Это бред, это недопустимо. Это ошибка, которая приведет к снижению рейтинга партии и к снижению рейтинга партии на выборах. Такие вещи допускать нельзя. Чекай, чекай, что Юлия Тимошенко это партия? Я что-то снова пропустил. Это целая партия. Это целая партия. Но забери Юлию Тимошенко, где партия? Ну у нас таких партий очень много на самом деле. У нас все такие партии. У нас все вождиские партии. Партии одного, да. Мы же просыпали. Партии вождей. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!